...потребительском рынке, недопущение неоправданного роста цен и оценка мер поддержки федеральных и регионального уровня, а также выработка местных предложений для предприятий и малых срединных бизнесов в нашем городе. С целью сохранения уровня занятости населения города и поступления доходов в бюджет усилен контроль за деятельностью предообразующих предприятий. По оперативной информации, объем произведенных продукций по крупным промышленным предприятиям нашего города за два месяца, январь-февраль, выглядит следующим образом. Разрец Назаровский, рост аналогичного периода в бюджет составил 46%, Назаровский адрес, выработка электроэнергии с ростом за январь-февраль 45,8%, по теплу на 46% относительно уровня предыдущего года, аналогичного периода. Назаровый металлоксервис произвел дроби технической с ростом в прошлом году на 24%. Серокавказский завод металлоконструкции, который у нас был запущен в действии в конце декабря прошлого года, вы это помните, произвел 150 тонн металлоконструкции. И завод ТИИК, минераловатных изделий, произведен на уровне 2021 года. Помимо городообразующих предприятий, я понимаю, что у нас с вами есть единственный, работающий сегодня, это комбинат школьного питания. Данный МУП у нас осуществляет организацию горячего питания на территории нашего города совместно с ООНО. Они практически полностью захватывают у нас этот рынок в части школ. И при этом комбинат школьного питания с конца прошлого года зашел в образовательное учреждение в Журском районе ЗАТО-8-Солнечный. Объем оказанных услуг за январь-февраль, если это составляет с ростом на 79%. В связи с ростом обмена, возросла и численность работников на данном предприятии на 12 человек. Проведен мониторинг стоимости продуктов. Но здесь есть некоторые, конечно, опасения, но деятельность они с вами приостановлены, работая в своем ценовом диапазоне. За последние две недели рост стоимости продуктов произошел по данному на 20%. В течение февраля они все это компенсируют за счет размера калибрии в своем сегменте. По ГСМ. Среди рост цены на бензин марки АИ-92 на период с начала года произошел от 3 до 4,4%. При этом минимальный рост стоимости бензина на заправочной станции Красноярск нефтепродукт и максимальный рост на ООО терминал. Дизельное топливо, цены у него возросли за последние 2,5 месяца в среднем по городу до 7,6%. Максимальная его стоимость и максимальная цена зафиксирована на ООО терминал. Максимальная цена по городу, прошу прощения, минимальная составляет 56 рублей, максимальная 61,30 на вчерашний день на красноярске нефтепродукты. Но нельзя оставить без внимания и аптечные сети нашего города. У нас 9 аптек и аптечных магазинов существуют, в том числе и сетевых, и 9 аптечных пунктов. По данным вашей здоровой губернской аптеки, цены на жизненно важные лекарственные препараты сохранятся на полезном уровне. На иные лекарственные препараты цены меняются при новых поступлений и товарах в продажу. Сложно сейчас прогнозировать, на каком уровне произойдет повышение цен, но на сегодняшний день информация по розничеству на жизненно важные о микрозоле от 81 до 85 рублей поднялся. Дексаметазон, гормональные препараты 140,80 рублей практически на уровне остался. Ибупрофил 56 рублей, ацетилфлорициновая кислота 17,90, парацетамол 30 рублей, есть где-то 30 рублей 47 копеек. У нас сегодня есть предстоящие периодичные сети, я думаю, они доложат по своих запасах. Средним по данным аптек запасов в соответствии с нормами до двух недель. И самая острая тема, наверное, сегодня для всех у нас, для всех граждан, это рост цен, цены на продукты питания. Цены по основным продуктам питания дискаунтера с начала года возросли в среднем до 7%, я думаю, в среднем, потому что есть некоторые позиции по продуктам, у которых остался уровень прежний, наименований, рост составил до 40%. Самый наибольший рост произошел на рыбу замороженную и сахар, до 10% молочные продукты, масло, подсолнечная соль, консервы, мясные, и до 5% произошел рост на яйцо кулинное, муку, хлебопонечные изделия. В магазинах стационарной торговли наблюдается наиболее значительный рост, нижний дискаунтер. Сахар в песок подорожал практически до 30%, но вчера уже вечером, в основном был звонок, и фиксирована еще более высокая цена в поселке Бор. При этом хочу сказать, что с дефицита, как вначале точно, у них не наблюдается продуктов питания. У нас сегодня присутствуют представители сети «Магнит». Мы очень рады, что вы приехали, вам как-то другое слово вы говорите о своей ситуации. На территории города Назарова актуалородичные торговли товаровые первые необходимости осуществляют 5 индивидуальных предпринимателей. Все отмечают снижение спроса и увеличение стоимости соответственно прямых расходов. Поставки регулярные товарные запасы соответствуют сроку реализации. При этом по оптовикрамм отмечается стабильность на молочную продукцию от местных производителей. Это залогистка Назаровская и Солгон. От поставщиков города Красноярска и Новосибирска и Кемеров получены информационные письма в увеличении цен до 15%. Единственный оптовый поставщик на нашей территории по овощам и фруктам отмечает стабильность поставок в том числе и овощи и фруктов импортного производства. Но при этом по некоторым позициям есть значительный рост цен. Это как орехи, практически у них рост составил 100%. Товарные запасы в достаточном объеме имеются и исполняют обязательства по поставкам внутреннего муниципального образования. В отношении яйца. У нас птицы фабрика Преображенская реализуют яйцо на сегодняшний день по самой низкой цене. Производители у заряки птицы фабрика Бархатовская за счет дополнительных транспортных расходов.